здравствуйте дорогие радиослушатели здравствуйте те кто смотрит нас в видеозаписи мы продолжаем тему богословскую тему принципиально важную для понимания христианской жизни пути христианского восстановления каждого христианина каждого верующего это тема священства таинство священства которое неразрывно связано с богословским пониманием церкви как в общем то и любые другие таинства как все таинства далее говоря о священческом служении нам нужно обратить внимание что как мы уже говорили священческое служение предполагает передачу распространение даров божьих всем тем кто принимает это священческое служение и священческое служение осуществляем в церкви епископами пресвитерами диаконами предполагает что через них дары божии подаются всем христианам всем православным христианам всем членам церкви но вот здесь пожалуй несколько слов нужно сказать о том что что и все христиане все члены церкви тоже в некотором смысле не в смысле вот таким таинственным не в смысле тех даров которые даются в таинстве священства в рукоположении а в смысле более широком но тоже призваны нести священческое служение священническое служение по отношению к тем людям которые не являются членами церкви призваны свидетельствовать свидетельствовать быть светом мира если говорить евангельскими словами для тех кто членами церкви не являются своим примером образом жизни а если как пишет апостол павел кто-то у нас спрашивает о нашем понимании бога о нашем понимании христа церкви то и объяснять рассказывать скротостью как пишет апостол павел говорить о нашем уповании о нашей вере и таким образом в некотором отношении в некотором отношении приобщать приобщать и тех кто не является членами церкви к тем даром насколько они могут быть приняты такими людьми к тем даром которые верующим православным верующим даются в особой мере в церкви в таинствах более того такое служение предполагает что те на кого мы его распространяем постепенно возможно как это мы видим все более и более проникаются воспринимают воспринимают наше христианское понимание бога приближаются к богу и в таком движении могут тоже тоже принять таинство крещения миропомазания войти в церковь кстати единственное таинство которое может совершить может совершить каждый верующий но разумеется только в особых в особых исключительных обстоятельствах это таинство крещения особенностью этого таинства является как раз то что она совершается над тем кто еще пока членом церкви не является вот при угрозе смерти например того кто хочет принять крещение и войти в церковь когда нет времени не остается времени на то чтобы найти и пригласить священника можно может любой верующий совершить таинство крещения произнести центральные для этого таинства священно действия то есть окунание человека ну или в каких-то экстремальных ситуациях даже и такое обливание водой или может быть даже ну такое обрызгивание водой и произнести произвести главные слова главные слова видимых священно действий крещается раб божий такой-то во имя отца и сына и святого духа аминь трижды эти слова произнести вот наше поколение во времена детские так и крестили вот я потом восполняла этот чин миропомазанием уже во взрослом таком возрасте а в те годы просто не было близко священника крестила бабушка царствие небесное мама рассказывал даже вокруг дома там обносили деревенский дом был трижды то есть как умели так и крестили да вот в таких особенно действительно сложных сложных обстоятельствах исторических обстоятельствах в условии гонений действительно вот такое такое достоинство каждого христианина действительно может быть особенно значимым такое священческое служение может осуществить именно вот в таких условиях и виде совершения таинства крещения действительно каждый христианин кстати если говорить о понимании таинств то такая способность к совершению к совершению со всеми оговорками разумеется священческого служения дается в таинстве миропомазания в таинстве миропомазания каждый каждый христианин вошедший в церковь через таинство крещения получает святого духа святого духа печать дара духа святого как мы знаем из совершения таинства миропомазания и вот именно эта печать этот дар духа святого на позволяет позволяет осуществлять каждому верующему в некоторой степени священческое служение в общем то эту линию можно даже и дальше разумеется с оговорками с оговорками продолжать в общем то каждый человек даже находящийся вне церкви в силу того что он является человеком является образом божием наделенным образом божием от своего от самого своего рождения даже не рождения появления зачатия занимает особое положение во всем сотворенном мире и вот такое священческое служение в некоторой степени призван осуществлять и может осуществлять каждый человек но по отношению уже к безличному безличному миру все-таки каждому человеку дано то даже не члену церкви чего лишены 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 существа населяющий безличный мир и это дает ему возможность в некоторой степени вот такое особое служение совершать хотя конечно здесь ни в коем случае несмотря на то что может слово одно и то же употребляться священческое служение ни в коем случае конечно нельзя рядополагать вот то высшее священческое служение которое осуществляют епископы священники и диаконы с другими формами священческого служения здесь конечно принципиально всегда есть различие и его нужно помнить так далее далее мы с вами говорили о апостольском преемстве и о том что апостольское преемство принципиально важно для того чтобы та или иная то или иное церковное сообщество сообщество верующих могло быть действительно признано церковью но здесь важно еще обратить внимание обязательно на таинство евхаристии мы уже говорили о том что таинство евхаристии строго говоря может быть названо таинством таинств то есть выделено из числа других таинств поскольку это высшее таинство поскольку и вот то что это высшее таинство видно в частности из того что без таинства евхаристии строго говоря ни одно из таинств невозможно считать завершенным полным все таки остается некоторая неполнота если таинство совершается вне евхаристии и это очень хорошо видно на на примере особенно хорошо видно наглядно видно на примере таинства священства непосредственно рукоположение всегда осуществляется в составе чинопоследования евхаристии то есть совершается евхаристия епископом и в это это чинопоследование евхаристии интегрировано интегрировано таинство рукоположения и сразу же сразу же таким образом рукоположенный вновь рукоположенный таким образом оказывается вовлеченным в евхаристическое священное действие и разумеется разумеется когда мы говорим о священническом служении, то принципиально важное значение, центральное значение священнического служения приобретают именно евхаристические священные действия. Есть еще одно выражение, мы уже сказали, что есть известное выражение древнее, где епископ, там и церковь, и где нет епископа, там нет церкви. Но есть похожее выражение такое, где евхаристия, там и церковь, и где нет евхаристии, там невозможно говорить о существовании церкви. И вот здесь как раз и выходит, можно сказать, на первый план связь священнического служения с совершением евхаристии. Епископ — это тот, кто необходим для совершения евхаристии. Даже если евхаристия совершается без епископа, без непосредственного участия епископа священником, священник может совершать это таинство только по поручению епископа. И епископ обязательно поминается на присовершении таинства евхаристии. То есть, другими словами, неотъемлемо священническое служение от евхаристического служения. В некотором смысле вся церковная жизнь представляет собой христианская жизнь, представляет собой подготовку такую. Ну, может быть, это даже слишком формальное слово — подготовка. Вся христианская жизнь устремлена к евхаристии. Все, что совершает верующий, это то, что он совершает в перспективе следующего причастия, следующего евхаристического священнодействия. Это с одной стороны. А с другой стороны, после совершения таинства евхаристии вся жизнь верующего проходит, но, конечно, в богословском понимании, если человек принимает евхаристические дары, проходит в свете, можно сказать, этих евхаристических даров. Евхаристия особым образом окрашивает, окрашивает, преображает, может быть, окрашивает даже слишком слабое слово, преображает жизнь верующего. И что бы верующий ни делал, он, если он принимает евхаристические дары, делает это особым, по-настоящему христианским образом. Вот таким образом вся жизнь христианина проходит в свете евхаристического, евхаристия. В свете евхаристия. Вот иногда высказывается недоумение, когда мы вспоминаем о особом значении для церкви евхаристия. Иногда говорят, ну как же, ну в церкви много что еще совершается. И, например, освящение, там, тех или иных предметов, священных предметов, икон, например. И есть соответствующие обряды, освящение жилища, ну и множество других обрядов. Не получается ли, что мы как-то уничижаем эти обряды, поскольку говорим, что евхаристия выше. Высшее — это высшее таинство. И что именно евхаристия составляет главное содержание церковной жизни, высшее содержание церковной жизни. Нет, конечно, нет. Потому что, хотя, может быть, формально то или иное освящение совершается и вне евхаристии, и даже вне храма, другие обряды могут совершаться вне храма. В любом случае, вот эта евхаристическая перспектива здесь предполагается. Каждый обряд, строго говоря, не может в полной мере быть осмыслен вне его значения для полноты участия христианина в евхаристии. Каждый обряд, так или иначе, строго говоря, помогает человеку на его пути к восприятию полноты христианской жизни, полноты даров, которые даются в таинстве Евхаристии. Даров по единству со Христом и во Христе со всеми людьми. Вот такое особое место Евхаристии в церковной жизни подчеркивается еще и таким, можно сказать, тоже богословским термином, как евхаристическое общение. Если, например, то или иное сообщество верующих перестает признаваться церковью как церковь, то есть если некая церковь отказывает тому или иному сообществу в признании полноты церковности этого сообщества, выражается это в том, что прекращается евхаристическое общение с этим сообществом. То есть если, например, та или иная группа откололась от церкви или начала исповедовать, придерживаться тех или иных взглядов, несовместимых с постановлениями вселенских соборов, впала, другими словами, в ту или иную ересь, то высшим признаком того, что перестало это сообщество признаваться церковью является то, что с ними нет евхаристического общения. На практике это означает, что не может член церкви причащаться в тех евхаристических собраниях по мнению этого отпавшего сообщества, которое они совершают, с одной стороны, а с другой стороны нельзя причащать того верующего, который, являясь представителем этого отпавшего сообщества, кто захочет причаститься в церкви, в той или иной церкви, которая не впала в такие вот несовместимые со статусом церкви различные соблазны. Но это не необратимое явление? То есть когда-то со временем при определенных действиях, я не знаю, покаяния, или как это правильно назовется, может быть возобновлено такое общение? Или уже это раз и навсегда, как вот извержение Исана? Нет, это обратимая ситуация. И если исправляется вот это сообщество так или иначе, если оно предпринимает шаги для воссоединения с церковью, то, может быть, оно снова принято, снова может возобновиться евхаристическое общение. Но пример достаточно известный из нашей недавней истории – это отношение русской православной церкви с православной церковью за рубежом, с зарубежной православной церковью. Долгое время евхаристического общения не было, не было с этой группой, с православной церковью за рубежом. Но в начале 2000-х годов евхаристическое общение было восстановлено, и только с этого момента стало возможным говорить о том, что полностью эта группа верующих безоговорочно и полностью вошла в церковную жизнь, то есть вошла в церковь. Евхаристическое общение было восстановлено. Это евхаристическое общение является принципиально важным. Какое-то общение между группами различными верующих, даже отпавшими от церкви, с членами церкви всегда может существовать. Они могут совместно осуществлять какие-то благотворительные проекты, например, деятельность какую-то благотворительную вести совместно, может быть, какие-то конференции проводить исторические, богословские. То есть так или иначе взаимодействие может быть, но пока не будет евхаристического общения, говорить о полном признании этой группы как церкви невозможно. Вот, например, в настоящее время с католической церковью, с протестантскими различными группами существуют определенные контакты у верующих русской православной церкви. Осуществляются различные такие общихристианские, важные с общихристианской точки зрения проекты и благотворительные, и богословские, и научные, и какие-то контакты осуществляются, конференции различные, издательские, может быть, проекты совместные. Но пока нет евхаристического общения, невозможно говорить о том, что православный верующий может признавать эти протестантские группы или католическую церковь, безоговорочно признавать их церковный статус, признавать их церковью. И, как видим, в качестве главного признака, и это не случайно в свете того, что мы уже сказали здесь, признака признания церкви выступает именно евхаристия, именно евхаристическое общение. Вообще, если говорить о признании церкви некой, или даже если обратиться к практически важному вопросу, как принимать представителя того или иного церковного сообщества, если он изъявляет желание присоединиться к православной церкви, то есть уйти из своего неполного церковного сообщества, не являющегося, строго говоря, церковью, перейти в православную церковь. И здесь существует три чина приема. Вообще, вопрос, это, конечно, вопрос приема в православную церковь, это вопрос сложный, и тут есть различные богословские мнения. Но в целом, пожалуй, можно выделить в качестве такого основного богословского подхода, подход, связанный с тремя чинами приема в церковь. Во-первых, в частности, в силу того, что каждый человек призван к осуществлению священческого служения в некотором смысле, наиболее широкие возможности предоставляет прием верующих из таких сообществ, в которых признается крещение. Вот крещение, ситуации, когда не признается крещение, и когда, соответственно, от переходящего в православную церковь требуется совершать новое крещение, сведены к минимуму, но только в каких-то совершенно, совершенно уж неприемлемых ситуациях, когда, например, то сообщество, в котором находился и крестился человек, не признает Пресвятую Троицу, например, не признает, или не признает Христа Богом, вот в таких совершенно неприемлемых с христианской точки зрения ситуациях совершается крещение при приеме в православие. Если же все-таки человек крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа, тем самым признается Пресвятая Троица, если нет других тех или иных причин, чрезвычайно веских, чтобы не признавать это крещение, то крещение при переходе в православие не совершается. Не совершается, например, если пользоваться этим богословским подходом, крещение при переходе из католичества, из протестантских, ну если не брать совсем уж крайние такие протестантские течения, из протестантских различных направлений, из монофизитских направлений, то есть представители, например, армянской апостольской церкви, копты, те, кто с богословской точки зрения относится к умеренным монофизитам или к миофизитам, как иногда говорят историки, вот они принимаются без совершения крещения. Следующий такой чин или следующий подход к принятию в православие предполагает, что не совершается не только крещение, но и миропомазание. Вот бывает так, что крещение не совершается, но все-таки требуется совершать миропомазание, если речь идет о далеко отошедших от православной церкви сообществах. Вот прежде всего миропомазание совершается при переходе в православие, если человек переходит из такого сообщества, в котором невозможно четко, ясно признавать апостольское преемство. Вот тогда совершается миропомазание при переходе. Но бывают такие сообщества, когда и миропомазание тоже признается фактически, и при переходе в православие не совершается и миропомазание тоже. И, наконец, самый такой простой, может быть, в некотором смысле, по крайней мере, самый, может быть, но тоже в условном несколько смысле, нетребовательный способ перехода — это переход в православие из неких сообществ неправославных, которые осуществляются через таинство покаяния. И при этом человек, переходящий в православие, кается в тех заблуждениях, которые он разделял, находясь в другом сообществе, отказывается от них, выражает свою решимость ориентироваться не на них, не на эти неправославные воззрения, а именно на православное понимание Бога, церковной жизни. И тогда он принимается, есть даже такой термин, распространенный в церковном языке, в сущем сане. Тогда не только признается при переходе крещения, не совершается вновь крещение, не только признается при переходе в православие миропомазание, то есть миропомазание вновь не совершается, но признается и таинство священства. То есть, если, например, человек в том сообществе, из которого он переходит, был священником, он так и принимается в православии священником. Если он был в этом сообществе епископом, он так и принимается в православии епископом. Например, из католичества часто, пользуясь вот этим богословским подходом, принимаются переходящие в православие в сущем сане. Хотя вопрос еще раз довольно сложный, он непростой. И если мы обратимся к истории различных поместных церквей, мы здесь можем разное обнаружить, обнаружить подходы, несколько отличающиеся от того, который я назвал. Но это, конечно, требует специального рассмотрения, тщательного. В целом, пожалуй, вот таким основным, хотя и, может быть, иногда и предполагающим некоторые исключения, основным подходом является тот, который я сейчас так кратко попытался представить. Так, ну что ж, это что касается богословского понимания церкви в связи с таинством рукоположения и в связи с таинством Евхаристии. Ну что ж, пожалуй, тогда мы можем тематически, по крайней мере, пожалуй, это вполне уместно, сделать перерыв и перейти к следующим нашим темам, уже приближающимся к завершению нашего такого цикла бесед, посвященных богословской антропологии.